Война, о которой не пишут в учебниках, мы начинаем цикл материалов о фактах, оставшихся за рамками официальной истории. О деталях, говорить о которых было не принято, и которые до сих пор остаются белыми пятнами. История первая — Знамя Победы, вдружённое над Рейхстагом. Оно было не одно, как нас всегда учили. По некоторым данным, стягов было 40, и героев, взобравшихся на крышу Рейхстага, было вовсе не двое, как писали учебники. У Ларисы Задорожная с подробностями. Каждый дом — крепость, каждое окно — амбразура. Последний аккорд войны, который немецкая армия пыталась доиграть на улицах Берлина. Уже задыхаясь, но всё ещё выполняя задания командиров — не сдать столицу, не подпустить к Рейхстагу. Разведка донесла, Сталин лично отдал приказ установить Красное Знамя над парламентом Германии. Ой, там страшный ад был. Там же было кілька, яких поднимались и хотели прапор подняти на Дрестан. Мы там уже знали, что это кілька таких групп. Знамя победы шили специально на седьмой московской вышивальной фабрике. Из красного бархата с надписью «Наше дело правое» мы победили. Но доставить его к моменту штурма из Москвы не успели. В руки пехоты были розданы наспех скроенные в доме офицеров девять красных полотнич. По количеству дивизий. Кто первым дойдёт? Приказ товарища Сталина выполнен! Это советская кинохроника. Здесь есть нестыковки. День вместо ночи. Флаг подняли с 30 апреля на 1 мая. Но техника из техника, хоть и суперсовременная по тем временам, но снимать в темноте не могла, поэтому пришлось делать постановочные кадры. Что происходило в Берлине, по сути, мы видим его глазами. Борис Соколов – военный кинооператор. Он входил в съёмочную группу, которая нога в ногу шла вместе с боевыми частями. На рассвете, когда погода и свет позволил, организовали пробег через парк на ступенечке и потом наверху прикрепляли это знамение. Там не три человека, там человек шесть, наверное. Но мир узнает только две фамилии, утверждённые через месяц в Кремле – Егоров и Контария. Это была задумка Сталина. Что значит Егоров? Это россиян, а Контария – грузин. Имя третьего украинца Алексея Береста было вычеркнуто, говорят лично Жуковым, потому что Берест был политработником, а их маршал ненавидел. Вот пять, видите, пятёрочка. Вот тот самый флаг, поднятый Гегоровым и Контарией. Пятёрочка, значит, под номером пять. Древко перебито, скреплено проволокой от оконных гардин. Но вот парадокс. На Парад Победы в 45-м главное знамя не вынесли. Когда была тренировка, Егоров и Контария прошли, но они были, понимаете, всё время на фронте. Строевой шаг был не отработан. Прилетели накануне, перед этим 24 июня, днём проведения Парада Победы. И Егоров и Контария не смогли эффектно, так, строевым шагом пройти с этим Знаменем Победы. Очевидцы рассказывают, что они оторвались от колонны. На Знамени Победы оборванный угол. Это не следы от пули, снарядов. Для кого-то из солдат клочок ткани просто стал сувениром. Оборванное, но дорогое. Знамя Победы. Каждое 9 мая выносят на Красную площадь. Вывозить за пределы Москвы российские депутаты запретили. Несмотря на то, что завоёвано оно не только русской кровью. Лариса Задорожная, Вениамин Трубачёв, Сергей Ведмедь, Виталий Коваленко. Подробности телеканал Интер.